Образование 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 Учебно-методический материал для основ исламской культуры в школе и через курсы повышения квалификации осуществляется подготовка учителей для преподавания такой предметной области, которая уже есть в федеральном государственном стандарте. К сожалению, духовное управление не проявляет себя как орган управления системой исламского образования. Если так посмотреть по-крупному, вот первого составляющего всей системой органов управления, единого органа управления системой образования у нас нет. Я думаю, именно в этом наша проблема. Несмотря на длительные годы развития исламского образования уже в постсоветском пространстве, по сей день не существует чётко разработанных нормативных документов. Нет со стороны многочисленных духовных управлений целенаправленной работы, определяющей образовательную политику, которая бьёт точно в цель и ведёт к конкретным результатам. А ведь образование – это и есть идти от целей к результатам. Как всем известно, несколько лет тому назад требуемую сильную позицию проявил председатель духовного управления мусульман Российской Федерации Муфти Равиль Гайнудин, обозначив твёрдо поставленные цели в образовательных форумах, в дальнейшем обозначив президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину стратегическую необходимость развития системы исламского образования в России. И сегодня Муфти является координатором, медиатором между Миноборнаукой и исламским образованием. Другие духовные управления, вместо того, чтобы поддержать такую инициативу и выступать как единый орган хотя бы в важнейших вопросах развития исламского образования в России, тянут то в одну, то в другую сторону. Необходимо со стороны Дум и координационных центров, советов, улемов и новоявленных духовных собраний выработать чёткую позицию в вопросах развития исламского образования, учредить единый орган управления всей системой исламского образования в России, который является организационным, методическим, диагностическим и контролирующим органом. А пока в сложившейся ситуации, в силу отсутствия единства между духовными управлениями, отсутствия в них квалифицированных в области образования кадров или их занятости, или остаточного финансирования исламского образования, все функции, выше обозначенные, выполняют университетские центры в нескольких регионах России. Однако, вот университетам для выполнения такой важнейшей, социально значимой работы нужна помощь. В настоящее время многое изменилось. Государство предоставляет большие возможности для развития исламского образования. Если несколько лет тому назад, как основная проблема выделялась отсутствие финансирования со стороны государства, теперь финансы выделяются, но они уходят мимо исламских университетов и всех подразделений исламского образования. Мадресе, колледжей, воскресных школ. Следовательно, проблема остаётся. Финансирование должно быть направлено на разработку необходимых учебно-методических материалов и документов для развития исламской системы образования. Я вот, Рафик Мухаммед, ещё выразила вот несогласие в связи с тем, что он очень критиковал теологию. Направление подготовки теологии, когда появилось, когда 25 лет я в исламском образовании уже, когда мы зашли в исламские образовательные учреждения, в том числе в Казани, зашли в какой-то тупик, и не знали дальше, что делать, вот появился стандарт по теологии. Тогда государственный стандарт по теологии второго поколения, и мы поняли, как идти, куда идти дальше, как организовать нашу образовательную деятельность. И друг за другом были учреждены университеты, и друг за другом мы вышли на аккредитацию и получили эту аккредитацию. Стандарт даёт возможность реализовать исламское образование по правилам, по правилам, которые требует от нас государство. То есть стандарты могут быть только государственными. Вот сейчас есть федеральные государственные образовательные стандарты. И вот федеральные государственные стандарты есть по теологии, есть для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры уже. И вот мы на основе этих стандартов, они очень свободные. Есть, особенно вот стандарт третьего поколения, 3+. Там уже можно полностью выбрать вузом, а там как называй, так и называй. Теология, хорошо, не очень понятное может быть слово, но это исторически так это название сложилось. Но полностью по этому стандарту мы уже это делаем. И в Казань, в Российском Исламском университете по теологии осуществляют и прекрасно идут, и очень хорошо. То есть есть этот государственный стандарт, который нас направляет. Именно стандарт по теологии нас спас тогда и сейчас показывает путь. В настоящее нужно разрабатывать вот на основе этих стандартов, не делать другие какие-то новые стандарты. Ну пусть они будут, действительно, раз в рамках Совета по исламскому образованию составляются такие, разрабатываются стандарты, пусть будут. Но сейчас нужно разрабатывать основные образовательные программы. ООП. Куда входит? Весь вот пакет документов. Я сосчитала, это более 4 тысяч страниц, которые нужны для реализации одного направления подготовки, одного профиля по исламской теологии. Например, мы реализуем практическая теология ислама, вы реализуете систематическая теология ислама. На Кавказе государственно-конфессиональное отношение, профиль. Три профиля сейчас осуществляется, а можно еще профиль на основании этого стандарта. Хадиса-ведение, Корана-ведение, история ислама и так далее. Вот для этого, если мы составим и положим на стол вот это ПОП, примерно, тогда нам уже легко будет осуществлять образовательную деятельность. То есть нужно систематизировать содержание исламского образования. Теперь, говоря о развитии этого структурного компонента, о содержании исламского образования, следует исходить из требований жизни. В современном обществе, я вот о академизме, о академическом образовании. Хорошо, прекрасно, пусть будет академическое образование. Но надо тоже четко, четко обосновать, разрисовать, написать, что это предполагает. Мы вообще не понимаем, что это такое. В современном обществе существует потребность в активных деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, оптимально выполнять работу, быть способным к самообразованию. Об этом сейчас говорили. И дальше быть способным, дальше продолжать образование. Вот если студенты наши, заканчиваю, кстати, это светское направление образования, теология. И не нужно там никакого, вот то, что вы сказали, чтобы доказывать в вузах. Пожалуйста, всех мы принимаем в вузы, и точно так же МГУ уже принимают. Я завидую нашим выпускникам. Сейчас в МГУ их, вот мы, всех, которые у нас выпускаются, мы их направляем либо в Санкт-Петербургский государственный университет, магистратуру, либо в МГУ. Когда у нас в Москве в МГУ можно было поступать вот так, на бюджет, на бюджете наши выпускники уже учатся, потому что они закончили первый уровень бакалавриат, дальше магистратуру, куда хочешь, туда иди, не хочешь по исламскому направлению, куда-нибудь в РАХС, РАНХИС, еще куда-то можно идти. То есть это государственный документ, государственного образца, аккредитованный. Именно теология дала такую возможность. Теперь о содержании дальше уже академического образования. Вот когда мы продумываем содержание академического образования, академического, академического, символично, да, очень синонимично. Пусть, называй как хочешь, опять же, мне кажется, вот нужно здесь продумывать так, если это высшее образование, на основе каких учебников уже можно будет осуществлять. Точно так же, вот когда MBA, вот есть форма обучения MBA, да, за рубежом особенно это популярно, когда продумывалось содержание MBA, уже не на основании учебников обучают, а разрабатываются кейсы. Кейсы, которые решают реальные жизненные проблемы, которые возникают. В данном случае вот Гарвардская бизнес-школа специализируется и разрабатывает кейсы, которые тоже состоят порой из 200-500 страниц, которые, они конкретные жизненные вопросы в этих кейсах. Как вот руководитель, когда готовится, например, к какой-то бизнес-школе, вот этот менеджер, если встретится с такими вопросами, вот все это, сперва студент разрабатывает, но эти готовые кейсы тоже лежат. Точно так же, я вижу, например, думаю, Балгар Академиаса тоже должна вот это разрабатывать. Сейчас вот Исламские институты, они сами еще молодые и только что, и в основном, уверенно, реализуют только бакалавриат. Магистратуру вы начали, еще надо тоже дойти до аккредитации, уважаемый Рафик Мухаммедшевич. Я вот конкретный пример приведу. Например, сегодня важно обсудить глобальный вопрос, как продуцировать смысл исламских понятий на русском языке. Проблема дискурсивной коммуникации, ее соотношение с идеологией все более нарастает. И решать такие проблемы отнюдь не задача исламских институтов, только начинающих развиваться. Сейчас нужно разрабатывать кейсы по наиболее злободневным исламским понятиям. Не только раскрывать смыслы, а разламывать генератор искажений понятий. Все это требует глубокого умственного труда, кропотливой работы, которая обязательно должна быть оформлена. Вот насчет оформления. Известно, что мусульманские ученые при рассмотрении каждого конкретного случая из жизни выводили шариатские предписания с опорой на исламские знания. Сейчас я академизме как раз. Каждый такой случай требовал от ученых исследовательской работы и интеллектуального усердия. Существовала потребность в осмыслении общих знаний, применительных к частному, конкретному случаю. В результате основания такой потребности зародилась наука Ильм-Альфик, Ильм-Алюссуль и так далее. Меня сокращают, поэтому не буду особо останавливаться на этом. Всем это известно. Поэтому я вижу, как практик. Нужно развивать практическое образование и нужно разрабатывать эти конкретные кейсы. Фетвы провести. Вот сегодня прозвучало на предыдущей сессии. Сказали, что... А, Леонид Рудольфович сказал. Студенты даже не знают, что фетва такая-то была, Лига Исламских государств или в Саудии. Какие фетвы были изданы, студенты даже не знают. Вот преподаватели могут это не уловить. Вот Булгар-академец как раз это нам сообщит. Как раз нас будет направлять, как раз поможет нам, Исламским институтам нужна помощь. Требуется помощь. Спасибо, Гульфия Юнусовна, Гульфия Юнусовна. Я очень ценю, очень люблю, поэтому любая критика от нее для меня – это бальзам на душу. Некоторые... Ну, тем более, она стояла у истоков исламского теологического образования. Она все очень близко принимает. У нее чрезмерная любовь к теологии. У меня просто любовь, у нее чрезмерная. Поэтому у нас только на этой почве разногласия какие-то возникают, принципиальных разногласий. Но на самом деле нет. Ну, на этом наши доклады закончились. Правда, вот, у Гульфии Юнусовны некоторые моменты были по поводу единых стандартов. Ну, конечно, вот стандарт, он очень нужен. Стандарт, он определяет определенный уровень. Это определение параметра, к чему мы должны стремиться. Но жесткая стандартизация в системе исламского образования, ну, это, в принципе, невозможно. Потому что, когда мы говорим «Кавказ», это вот шафиитские традиции. Когда мы говорим «Центральная Россия», это ханафийские традиции. То есть жестких стандартов, в принципе, не могут быть. Но вот, ведь когда мы говорим «стандартизация», многие государственные вузы, они стонут от министерства образования, которые жестко требуют им стандартизации. Это другая крайность. Но, тем не менее, стандарты они у нас будут, и мы будем, в целом, работать по этим стандартам дальше. Субтитры создавал DimaTorzok